Самара Гиза Самара Гиза Самара Гиза Один из дворов Ленинского района Самары. Его жителям выпала честь принять у себя на площадке открытие первого в истории города фестиваля творчества. Культурную программу заводят любители, они же профессионалы. Людмила Лаврухина на протяжении многих лет занимается музыкой, поет и на сцене и просто во дворе для друзей и соседей. Мы приходим во двор абсолютно бесплатно с баяном. Я прихожу во двор, у меня есть бабушка, есть дедушка, которому 90 с лишним лет. И каждое воскресенье он очень ждет, когда наконец-то я с этим баяном туда приду и мы два часа сидим и поем. Бывает такое, въехали новые жильцы, никто не знает как их зовут. Жильцу плохо и он не знает, к кому обратиться, не знает соседей просто. А это есть возможность как раз познакомиться со всеми, подружиться. Подружиться и впрямь получается. Через несколько минут любимые песни подхватывает весь двор. В планах городского департамента культуры, туризма и молодежной политики провести дружеские встречи на 50 площадках во всех районах города. Чтобы каждый житель города, независимо от возраста, от его социального положения, статуса, смог проявить свои таланты. Может спеть песню, это может быть и хор, это может быть и ансамбль, это может быть и сольное исполнение. Можно продекламировать стихи. Ограничений по возрасту также нет, хотя юные жители двора пока просто наблюдают. Шанс проявить свой талант есть у всех без исключения. Первый городской фестиваль творчества пройдет в два этапа с 30 июля по 29 августа и с 31 августа по 14 сентября. Именно в этот день, День города, победителям дворовых выступлений выпадет возможность выступить на большой сцене. Ну что ж, немножко мы раскрыли секреты. Сегодня в течение всей нашей программы будем знакомить вас и с участниками, и с организаторами этого замечательного праздника, фестиваля талантов нашего замечательного города. Ну что, напомню еще раз телефон прямого эфира 202-11-22. Мы сегодня решили тут немного вам поднять настроение, предложить в качестве розыгрыша нашу традиционную забаву. Очень она всех увлекает, очень она всех развлекает. Это фото-конкурс. Мы сейчас посмотрим на экран, увидим там замечательного вида бабушку, которая зажигает, мне кажется, очень весело. И у нас на кону сертификат в аттракцион-кафе «Три медведя». Чудесно можно провести время покататься на лучших аттракционах города, незабываемо провести время. Ну и утешительный приз. Второе, так скажем, место – это сертификат на посещение чайного клуба «Халабуды». Что делать, спросите вы. Ну, может быть, родится какая-нибудь у вас мысль по поводу поведения этой замечательной милой старушки. Может быть, стишок какой, может быть, песню споете. Ну, может быть, просто это вы. Мы случайно вас поймали в кадре. Признайтесь нам, позвоните. 202-11-22. Ну что, время пришло представлять наших гостей. Давайте знакомиться. Здесь с нами заместитель, руководитель Департамента культуры, туризма и молодежной политики Евгения Борисовна Мищенко. Здравствуйте. Добрый день. С нами здесь председатель Совета ТОС Мичуринский, Ленинский район Елена Валентиновна Большакова. Здравствуйте. Рядом со мной участница городского фестиваля творчества «Наш талант и любимый Самаре» Людмила Лаврухина. Здравствуйте. И напротив, так уж получилось, красивый, нарядный в бабочке Илья Лаврухин, участник тоже городского фестиваля. Илья, добрый день. Здравствуйте. Евгений Борисович, ну первый вопрос к вам, ну на слуху у всех, все обсуждают, все там делятся впечатлениями, эмоциями, а у нас во дворе, а у нас во дворе фестиваль, ну уже удался, уже как бы немного времени прошло, но уже отзывы только положительные. Как так случилось, что вы решили таланты отыскать масштабно по всему городу? Какую цель преследуете? Ну, мы знаем, что в нашем городе действительно очень много талантливых, интересных, ярких людей, но мы не обо всех знаем, и не всегда можем их пригласить, увидеть их на большой сцене. И, конечно, просто дать этим людям возможность себя как-то проявить, тем более лето, тем более такие красивые дворовые площадки, новые, отремонтированные в рамках нашей муниципальной программы. И, конечно, вот как-то все совпало, что хочется, особенно в преддверии дня города, чтобы наши жители, горожане подарили своему родному городу свои таланты, проявили себя вот такими вот яркими бриллиантами. И мы не ошиблись, действительно узнали уже многих людей ярких, талантливых, ну невообразимых просто, одаренных людей. Я думаю, что фестиваль только набирает обороты, у нас в второй неделе он работает. Да, еще целый месяц, да, мы будем работать, причем такой график достаточно интенсивный, 40 площадок у нас работает, начиная с 31 июля, это было в Ленинском районе, такое вот яркое начало. И по вторникам, средам и четвергам по три площадки вот в разных районах мы проводим. Поэтому такая интенсивная работа. И только набираем обороты, я думаю, что результаты творческие будут самые хорошие и самые интересные. Мне было страшно, что вдруг никто не захочет, постесняются. Одно дело, артисты более-менее профессиональные, которые уже где-то выступают там в своих клубах, может быть где-то еще на площадках, а тут люди-то обычные, наши горожане. Мне кажется, как раз вот совершенно не страшно, потому что вот даже у меня во дворе каждое воскресенье собираются бабушки, поют под баян. Значит, людям этого не хватает. Не хватает, хочется тянет. Значит, им хочется попеть, почитать стихи. А стихи вот в Ленинском районе замечательно читали и Мандельштама, и собственного, так скажем, сочинения. Поэтому люди очень талантливые, и они не профессиональные артисты, но они любят творчество, они любят музыку, любят искусство. Елена Валентиновна, вот когда вы узнали про конкурс, про фестиваль, как вообще отреагировали? Было сразу «Да, мы пойдем, мы готовы» или думали сначала? Больше того, я сказала, все три площадки в той Семичуринском я согласна провести. Потому что это продолжение нашей идеи. Вот город совпал с нами на 100%. С 2011 года, как началась программа «Двор, в котором мы живем, вообще городская», мы стали просить в дворах сцены. Потому что мы все время проводили мероприятия. Дворы большие, народу много, детей много, талантливых много. И практически с 2011 года у нас идут фестивали, дворовые праздники. Сейчас у нас раскручены фестивали «Этника», каждый год мы проводим. Вот праздники дворовые у нас Людмила ведет сколько уже? Третий год, по-моему, да? То есть вы так вот начинали очень хорошо? Да, да, да. Мы уже выявили свои таланты. У нас вот осталось только их показать, понимаете? То есть наши бриллианты были готовы. Мы тут их вот показали уже почти ограненными. У нас выступали наши, вот вы правильно сказали, и частицы. Выступали со своими композициями. У нас есть композитор Павел Летов, он свою песню представил. У нас Людмила с Ильей представили свою программу. В заключении фестиваля они показали волшебное путешествие, детскую программу. Замечательную, которую мы пока еще вот не знаем, куда выставить. Готовьте формат. Детских интерактивных каких-то развлекательных мероприятий. Ну, что сказать. То есть неожиданно таланты-то есть? Есть, есть. И мы давно уже как бы их выбираем, давно формируем такой вот песенный актив. У нас второй год программы «Поем под баян». Вот Евгения Борисовна сказала, что вот у нее во дворе поют. Вот они и поют. Это и мой двор, это Тос Мичуринский. Вот они и поют. Образцово-показательные дворы, я так подозреваю. Да, это те самые бабушки, которые вчера выиграли приз зрительских симпатий. Это у нас сейчас называется вокальный ансамбль «Мичуринские голоса». Ну вот они тренировались два года. Значит, у вас уже даже там коллективы, что ли, образуются? Да, у нас уже творческие коллективы. Да, поэтому эту программу мы поддерживаем всей душой. Но есть одно еще предложение. Ну, наверное, уже к городу. Нам хотелось бы в Мичуринском, поскольку мы так эту сторону жизни активно развиваем, хотелось бы, чтобы зимой в рамках вот какого-то строительства фолка или чего-то сделали нам такую зимнюю площадку. Не эстраду, а площадку, которую мы могли бы адаптировать для своих вот этих вот... Посиделок каких-то артистических нужд, чтобы мы могли там собирать людей. Ну да, не хочется с закрытием сезона закрывать. Не хочется терять такую программу, потому что люди поют круглый год. А дома-то всех не соберешь? Люди поют круглый год и танцуют. И читают стихи. Да, и читают стихи. Об этом надо думать. Ну тут я хочу теперь у Людмилы спросить. Много приятных слов уже услышали. А как так случилось, что ваша жизнь связана с творчеством? Может быть, вы как-то вот, я не знаю, работаете в какой-то такой направленности? Как так получилось? Нет, работаю я... У меня обычная работа. Я работаю на почте. Просто когда-то я училась на баяне играть. Когда-то я очень пела много. Потом как-то немножко быт заел, так скажем. Вот, ну петь мы продолжали все время. Сын подрос, начал петь вместе со мной. Вот, единственное, я больше народное люблю, он больше академическое. Но есть песни, в которых мы как-то вот сопоставили все. Вот. И, то есть, мы начали уже думать. Дома о нас стало слишком много. Не помещаемся. Кот нас не очень любит, что мы поем. Поэтому мы решили куда-то в народ пойти. Ну и вот к Елене Валентиновне подошли. Стали себя предлагать, что вот мы умеем вот это, вот это. Вот. И очень благодарны за то, что Елена Валентиновна нас попробовала, посмотрела. И сейчас мы действительно, да, то есть вот у меня свой ансамбль теперь во дворе. Каждое воскресенье они ждут. Выходят, ой, у нас давление. Потом начинают петь, забывают все про это давление. И уже вот к вчерашнему вот на конкурсу готовились, к фестивалю. Говорю, девочки, вы где? И они, ой, мы тут кофточки все. Ну то есть вот они прям до такой степени прям готовились. Вчера, конечно, они очень рады, что они выиграли. Можно, кстати, сейчас прям что-нибудь доброго сказать, я думаю, камера напротив. Ну я хочу сказать вот тем, кто у нас поет. Всех обожаю, все умнички до такой степени. Вы точно руководители. Вот профессиональные все, вот, ну, обожаю всех. У нас все впереди. У нас скоро будет много предложений, девочки. Будем гастролировать. Ну да, слава Бурановским. Бабушка, в конце концов, надо как-то самарский. Да там не только бабушка. У нас дедушка, 22 года, участник войны, который не пропустил ни одну спевку за два года. Да, вот дедушка у нас собирается особенно на каждую спевку, то есть вот прям готовится. А у нас звонок есть, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Вы хотите принять участие в нашем конкурсе? Да, я подпись на фотографию. Давайте, напоминаю, друзья, у нас идет конкурс, у нас есть замечательная фотография, задорная бабуля для вдохновения. Сегодня всем, если есть какие-то мысли у вас, друзья, звоните, конкурс у нас, жюри есть, им не привыкать выбирать какие-то интересные моменты. Наталья, давайте дерзайте. Так, значит, ой, не дуди свою дуду, еще раз замуж не пойду. Ну вот, запоминайте, друзья мои, потом в конце эфира придется нам подводить итоги. Спасибо большое. Если у вас есть какие-то мысли, я обращаюсь сейчас к зрителям нашим, давайте звоните, не стесняйтесь. 202-11-22. Илья, вопрос. Илья, ну, сложно, наверное, жить с талантливым, таким ребенком в талантливой семье. Как так? Вот не было другого пути, наверное. Вы знаете, был. Очень сложно. Так. Очень долгое время еще не мог определиться с направлением своего пути. Мама предлагала мне пойти по музыке, но я всячески упирался. И вот недавно я понял, что музыка это мое. Зря упирался. Да. Не так давно я поступил в Поволжскую государственную социально-гуманитарную академию по направлению музыкального образования. И уже точно определил для себя, что музыка это мой путь. Ну, диктором ты на радио уже можешь работать с таким голосом. Мне кажется, прям объявлять остановки общественного транспорта, прогноз погоды читать. И сейчас ты уже понимаешь, что это твое. Да. То есть, в принципе, дуэт у вас с мамой сложился. Да, и очень хороший. Да, мы сейчас послушаем. Мне кажется, так что можно? Мне кажется, уже Баян. Братья, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Тамара. Тамара, очень приятно. Тамара, ваш вариант нашего сегодняшнего фотоконкурса. А я бы хотела побороться за сертификацию, потому что я не скупала буду. Давайте. Хорошо. Старость вдруг ко мне пришла, меня дома не нашла. То танцует, то рисует, то по ягоди пошла. Спасибо. Так, я так чувствую, что надо уже как-то кому-то, если вдруг есть желание принять участие в конкурсе, очень хорошо постараться. Потому что два претендента на победу у нас есть, два приза. Ну, нам третий точно нужен человек, чтобы уж был выбор у наших сегодняшних гостей. Что поем? Ну, вот дуэтом мы решили спеть. Ну, она немножко грустная, но хотя очень красивая песня. Свадебная, русская, настоящая. Называется она «Вьюн над водой». Пожалуйста. Вьюн над водой Вьюн над водой Вьюн над водой Растилается Вьюн над водой Растилается Парень у ворот Парень у ворот Парень у ворот Дожидается Парень у ворот 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 Это не мое, это не мое, это не мое, это земель я могу. Это не мое, это земель я могу. Вынесли ему, ой, вынесли ему, вынесли ему много злата, серебра. Вынесли ему много злата, серебра. Это не мое, это не мое, это не мое, это матушки мои. Это не мое, это матушки мои. Вывели ему, вывели ему, вывели ему свет в невестушку. Вывели ему свет в невестушку. Это вот мое, это вот мое, это вот мое, Богом даденое. Это вот мое, Богом даденое. Ох, а у меня мурашки прям, если честно. А я как волнуюсь, я у них как продюсер выступаю. Так, если нас сейчас слышит, да, какой-нибудь замечательный человек, который увлекается народным творчеством, звоните, таланты есть. А у нас есть звонок, может быть вдруг судьба позвонила. Да, кто-то позвонил. Алло, здравствуйте, спонсор может быть здесь. Как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут, добрый день. Так, меня зовут Виктор. Виктор, очень приятно. Виктор, вы хотите у нас в конкурсе поучаствовать? Да, да, я хочу просто не делать этот снимок. Давайте снимок в студию, а вы уж, пожалуйста, постарайтесь. Как хорошо, что я не Султан, а то было бы три таких тещи. Как хорошо, что я не Султан, а то было бы три таких тещи. Что ж, спасибо за участие вам. Ну а я сейчас предлагаю вам и зрителям посмотреть, как вчера буквально с пылу, жару сюжет проходило замечательное мероприятие фестиваля «Наш талант и любимый Самаре» в Самарском районе. Предлагаю посмотреть, потом вернуться в студию. Здесь и песни, и танцы, и стихи. Даже собственного сочинения. Жители Самарского района решили показать горожанам свои способности и устроили концерт прямо во дворе, под открытым небом. Такие праздники творчества проходят в рамках фестиваля «Наши таланты. Любимый Самаре» по всему городу. Участники – от дошкольников до пенсионеров. Ограничений нет никаких. Главное – желание подарить людям хорошее настроение. Евангелине Исайчевой всего шесть лет, но ей уже есть чем порадовать гостей праздника. Английская песня в ее исполнении вызывает улыбку у каждого. Это хэппи, это на ваш главный момент. Там потом хлопить надо, потом топить, потом кружиться, а потом кричать. На фестивале талантов даже творческие коллективы. Жители района сами объединяются в ансамбле и подбирают себе репертуар. Здесь учились и влюблялись, и трудились и росли, с родными же гулями, по жизни рядом с ней. Лидия Ивановна Бойкова с песней не расстается всю жизнь. Говорит, в молодости всегда участвовала в художественной самодеятельности. Выступала на сцене. На творческом празднике с удовольствием поет самарцам о жизни, о любви и о городе. Я всю жизнь, как говорится, веселый человек. У нас в роду все пели. Люблю петь, люблю общество, чтобы не сидеть дома. У нас ночь и субботея, а на завтра воскресенье. Парня ты моя, сусарня ты моя. Кроме языка музыки, язык тела. Восточный танец от Натальи Кучумовой. Нравится. Всегда мечтала. Быть женственнее и красивее. Женское здоровье улучшается, настроение, фигура. В Самарском районе жители постоянно устраивают встречи, праздники, конкурсы. Участие в городском фестивале «Наши таланты, любимые Самаре» приняли с радостью. В районе говорят, жителям действительно есть, что показать и чем удивить. Люди очень творческие, веселые. Вот видите, даже дождик сегодня не испугал. Все-таки все пришли на площадку. Ну, а их творчество, их надо смотреть и слушать. Говорить об этом невозможно. Импровизированная фестивальная площадка собрала много любителей художественной самодеятельности. К зрителям с удовольствием присоединялись прохожие. Такие праздники очень важны. Настроение у людей поднимается. Возникает желание дарить окружающим радость. Такие мероприятия важны не только для района, но и для города в целом. Ведь здесь живет столько много активных жителей. Для того, чтобы устроить праздник, им много не надо. Просто выйти, выступить и поднять всем настроение. Фестиваль «Наши таланты, любимые Самаре» продлится до середины сентября. Ни один район города не останется без праздника. Петь и танцевать самарцы будут более чем на 50 площадках, во дворах и парках. В конце каждого фестивального дня будут подведены итоги, отмечены лучшие участники городского конкурса талантов. Ну что ж, время наше летит незаметно, и уже с первыми нашими участниками придется в скором времени распрощаться. Однако, хочу спросить у Евгении Борисовны, могут ли еще как-то люди заявиться? Кому обращаться? Куда идти? Если есть талант, хочу выступить. Ну, еще во всех районах, во всех девяти районах продолжатся такие фестивальные дни. И если вот прочитать газету «Самарская газета», там опубликованы карты фестиваля, что, где, когда. И если более подробную информацию, можно всегда позвонить по телефону 332-43-14. И мы ответим на все интересующие вас вопросы. Ну и, наверное, добавлю, что вот важно, считаю, на этом фестивале победителей определяют публика, народ зрительским голосованием. У кого больше аплодисментов, тот победитель. И это, наверное, правильно. Ну да. Но вообще каждый участник у нас с небольшим подарком, с дипломом участника, но победителям уже особые призы. И мы их будем обязательно приглашать на концертные площадки в день города Самара. То есть есть к чему стремиться, так сказать, чтобы больше народу увидело, услышало и похлопало. Есть у нас звонок, предлагаю принять, а потом уже посмотреть, как праздник проходил в советском районе. Алло, здравствуйте. Нет, слетел звонок. Но у нас пока есть три претендента. Друзья, дерзайте, наш фотоконкурс продолжается. 202-11-22 в конце эфира подведем итоги. Ну что, большое спасибо, что пришли вам. Творческих успехов. Время, конечно, хочется еще больше вам посвятить. Думаю, надо приходить почаще. Приходите с талантами, с талантами. Приведем сюда замечательные песни петь у нас. И как-то, не знаю, рассказывать о каких-то своих удивительных вещах. Ну что, раз уж пообещали вам показать про советский район, давайте посмотрим. А вы, друзья, не забывайте, что у нас идет программа, посвященная фестивалю, фестивалю талантов. Наши таланты, любимый Самаре. Если вдруг какие-то вопросы возникают, звоните. 202-11-22. Запел, как только начал говорить. Когда Григорий исполнил С3, родители поняли, растет талант. В шесть лет решили нанять преподавателя. С тех пор парень не пропускает ни одного музыкального конкурса. Вот решил прийти, собственно говоря, показать, так сказать, талант, если можно так назвать. Я считаю, что это положительно скажется на воспитание молодого поколения, особенно если они будут действительно участвовать в этом всем деле, как-то показывать детям, куда надо к чему стремиться. Яркое шоу во дворе дома номер 9 по улице Запорожской объединило жителей всего микрорайона. Песни, танцы, стихи – каждый мог продемонстрировать все, на что способен. На несколько часов обычная детская площадка превратилась в концертный двор. Фестиваль имеет настолько широкую географию, что практически сегодня мы в одном дворе переходим несколько шагов, оказываемся в соседнем, и там жители того двора тоже имеют возможность принять участие в фестивале. То есть вот такой народный фестиваль, такая минута славы по-самарски, она охватывает практически каждый двор. Не все рискнули выйти на дворовую сцену, но посмотреть на соседей вышли многие. Дворовый фестиваль будет проходить в два этапа. Сначала выступление перед своими соседями и жюри в каждом районе областной столицы, а потом лучшие попадут на фестивальные площадки, которые организуют в День города 14 сентября. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив стал, счастлив поделись друзей. Ну что, продолжается наш эфир, посвященный фестивалю «Наши таланты. Любимый Самария». Напоминаю, что продолжается и наш фотоконкурс. В качестве приза сегодня у нас две позиции. Сертификат в аттракцион «Кафе Три Медведя», что в парке Гагарина. На какие-то удивительные, невероятные, мне кажется, ощущения, которые вам предоставят и подарят. Ну и чайный клуб «Халабуда» также приглашает вас и сертификат дарит. Если есть какие-то мысли, наши подписи, какие-то стихотворения к этой фотографии с замечательной бабулей, можно смело звонить 202-11-22. Ну, в Советском районе тоже все хорошо, и сейчас, я думаю, нам об этом расскажут наши гости. Здесь с нами представитель администрации Советского района городского округа Самары. Вадим Владимирович Коробов. Здравствуйте. И наши гости сегодня здесь Альмира Шемшуддинова, участница городского фестиваля творчества «Наши таланты любимой Самаре». Альмира, прошу прощения. Вместе с мамой Галиной, здравствуйте. Ну что, Вадим Владимирович, с вас, наверное, начнем. Как проходит, все ли удачно, есть ли таланты у вас? Мы увидели очень много народа на площадках. Вот самое интересное то, что фестиваль подобного формата зрел в нашем районе уже давно. И примечательно, что он совпал с юбилеем района 75-летия, который мы отмечаем в этом году. Тут все очень хорошо, все совпадает. Да, совершенно верно. Вот как-то так сложилось. И стоит отметить, что когда мы встречаемся с гостями из других регионов, все всегда отмечают, что вот наш язык, жители Поволжья, он очень мелодичный, очень музыкальный. Да, музыкальный. И вот сам Бог велел, чтобы наши таланты проявились в вокальном творчестве, в каких-то красивых композициях музыкальных. Ну, в общем, чтобы молча люди не сидели. Не сидели, ни в коем случае. И у нас, собственно, были подготовлены уже дворовые праздники, праздники двора, так называемые, которые очень гармонично вплелись как раз вот в этот фестиваль. Город нам, собственно, помог сформулировать эту идею, потому что она витала, она готовилась, но не была еще оформлена. А здесь такой импульс мощный, задорный. И интересно, что жители района с воодушевлением, с радостью, с задором, с каким-то энергично очень откликнулись на призыв. И вот сегодня мы имеем таких замечательных звездочек районного уровня, городского. Я не побоюсь этого слова регионального уровня страны, вот как Альмира. Альмира, мы сейчас с тобой поговорим обязательно о том, как вообще ты чувствуешь себя после таких слов, приятно или нет. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Екатерина. Екатерина, очень приятно. Катя, принимать активную часть в нашем конкурсе, наверное, тоже хочется. Давайте, дерзайте. Да, вот у меня есть два варианта. Первый вариант – это «Главные ребята с сердцем не стареют». Вот, отлично. Прям лозунг фестиваля «Наш талант и любимый Самаре». Так. А второе – это стишок. Ближе бабушки чудесно. Нет подружки у меня. Мне с бабулей интересно. Деседиться, взять с ним. Моя милая бабуля, всех развеселить. Очень ярко и задорно. Всех она... Немножко проблемы со связью, да. Ну, здорово, спасибо. Это ваша бабушка на фото. Если да, то поздравляю. Очень такая задорная женщина. Позитивная бабушка. Да. Альмир, ну тебе вопрос. Расскажи, как вообще так случилось, что ты начала петь? Вот это как произошло? Как я начала петь? Ну, наверное, это была моя судьба, как говорится. Потому что, как рассказывали мои родители, что всегда, даже уже можно сказать, с самого, можно сказать, рождения музыка для меня это было всем. То, что в два года знала песню Аллы Борисовны Пугачевой, наизусть. Ну, там все родители, наверное, в большей степени. Просто так-то не ставили, если бы им не нравилось. То, что любилась в семье. Ну, нам сказали, что приобщать ее к музыке, для нее это будет, как бы, может, кусок хлеба какой-то. Так. И у нас постоянно, сначала было радио, потом магнитофон появился, катушечные еще, потом кассетные такие, все это как бы. Ну, прогресс-то у нас шел вперед, и все-все лучше и лучше становился. Обеспечения музыкальными, и песен появилось много. И вот она этим занималась, и как бы, и школа дала очень много ей. Альмир, ну ты собираешься этим дальше продолжать заниматься? Ну, конечно. Куда я без музыки, как говорится. Так, ну ты пока готовься, потому что остается не так много времени у нас, а песня есть, песня хорошая, сама о ней расскажешь, объявишь. А у нас пока еще есть звонок, и есть желающие поговорить с нами. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. И Альмире тоже привет. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Алена, и я хотела вам по поводу бабули спеть частушку. Ха! Чудесно, давайте. Ну и что, что я бабуля, что ж тебе, что я стара, песни петь, играть, услышно будет, и спела. Слушайте, ну я не знаю, как разорваться вообще, потому что у нас всего два приза, а нам уже позвонило столько. А народное творчество, люди, как широко, да, охватывают. Хорошо. Спасибо большое, Алена, ну замечательно просто, чудесный голос, какой у вас прекрасный. Заявляйтесь, участвуйте в конкурсе талантов. Ну что, Альмир, скажи, пожалуйста, как вообще ты выбираешь песню для себя? Песню? Ну мне самое главное, чтобы обязательно нравился текст. Ну, конечно, иногда приходится петь и то, что не нравится, но это уже... Это уже, наверное, издержки все-таки профессионально. Но, в принципе, начинаешь уже любить эту песню, поначалу может быть, она не нравится, а потом начинаешь любить эту песню. А что творчество тебе сейчас близко, например? Творчество? Ну какая музыка тебе нравится? Ну что, я очень люблю все-таки Аллу Борисовну Пугачеву, это мой. Так? Ей я думаю, что я не люблю, когда они говорят плохо. Ну и современных мне нравится группа Кватру. Была на их концерте, получила огромное удовольствие. А сегодня что будешь петь для нас? Сегодня я буду петь песню, которая написана для меня. Она написана нашим самарским композитором Денисом Чураковым на стихи Вероники Тушновой. И с помощью этой песни хотелось бы доказать людям, что любовь есть. И независимо от того, сколько тебе лет, правильно? Ну да. И обстоятельства тоже не имеют никакого значения. Ну что, я думаю, замечательные песни в исполнении участницы городского фестиваля творчества, наши таланты, любимые Самари, Альмиры Шамшуддиновой. Мы наши эфиры закончим, потому что, я думаю, пронзительно это все будет и очень трогательно. Альмира, тебе слово. Музыку, пожалуйста, нам в студию. Музыка. 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 Мне говорят, нету такой любви. Музыка. Мне говорят, как все, так и ты живи. Больно многого хочешь, ведь нету людей таких. Музыка. Зря ты только морочишь себя и других. Музыка. Она есть, есть, она здесь, здесь, это она, светом в моих глазах, это она, солью в моих слезах. В сердце моем теплым живет птенцом, в жилах моих жгучим течет свинцом, это она, любовь, это она, это любовь. Мне говорят, нету такой любви. Мне говорят, как все, так и ты живи. Зря грустишь, зря не ешь и не спишь, не глупи. Все равно ведь уступишь, так уж лучше сейчас уступи. Она есть, есть, она здесь, здесь. Это она, светом в моих глазах, это она, соли в моих слезах, зрение, слух мой, сила моя, солнце мое, горы мои, моря. Это она, это она, любовь. А я никому души не дам потушить, а я живу, как все когда-нибудь будут жить. Ох, сказать, что я ничего не испытала, это не сказать. У меня слезы в глазах стоят. Альмира, спасибо тебе большое за такую песню. Друзья, ну если вы еще до сих пор не поверили, что в нашей Самаре есть таланты, зря вы это делаете. И обязательно приходите на площадки города, в свой двор, в другие дворы. Не стесняйтесь, заявляйтесь, участвуйте, открывайте в себе вот эти струны, вот эти таланты, вот эти замечательные, мне кажется, песни, стихи, какие-то другие виды творчества. Вся подробная информация, я думаю, вам любезно будет предоставлена Департаментом культуры, туризма и молодежной политики. Звоните, но я благодарю наших гостей сегодняшнего. Вам удачи еще в проведении. Альмира, тебе больших успехов. Можно еще пару слов рассказать о нашем? Сейчас мы создали коллектив. Я думаю, что мы об этом коллективе расскажем и пригласим тебя отдельно на нашу программу. До встречи, друзья. Спасибо. Спасибо.